Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко и, как всегда, следим с вами за всевозможными событиями, которые происходят в городском округе Люберцы, не только в нем, но и далеко за его пределами. А сегодня мы пригласили в студию равина общины Бейт-Марина городского округа Люберцы, а именно у нас в студии Маше Астрин, который, собственно говоря, и ответит на те вопросы, которые, я думаю, будут интересовать многих, потому что не так часто нас равин посещает. Но, во-первых, сразу же хочу адресовать такой вопрос. Мы его сдаем всем. Год 2020-й сложный, пандемийный получился. Как мы его не будем вспоминать, он навсегда войдет в историю. Это как-то ударило по общине? Как-то изменились ваши правила? И как община провела этот год, 2020-й? Ну, вообще, по ювейским общинам в мире пандемия ударила очень тяжело. Мы понесли огромные совершенно утраты, что они неусполнимы, ушли люди очень нам дорогие, очень важные. И это действительно, так сказать, тяжелейший год в этом плане. В том числе и пострадала, в общем-то, отчасти и московская община тоже в целом. Но относительно нашей общины в Люберцах, мы, слава богу, отделались малой кровью, что называется. У нас некоторое время был карантин. Вот сейчас мы возобновили в очень ограниченном таком масштабе работу. У нас собирается периодически миньян, не больше миньяна. То есть у нас собирается 10 человек, которые нужны для молитвы. Мы рассаживаемся вдалеке, одеваем маски. Когда хорошая погода, стараемся молиться на улице. Вот это все те меры, которые нужно предпринимать. И мы стараемся это все выполнять честно, как полагается. А Роспотребнадзор за вами? Конечно, конечно. Может прийти человек, который это проверит, да? Безусловно, естественно. Мы общественная организация, зарегистрированы, все открыто. Но стараемся делать это для Роспотребнадзора. А для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не заболел. И, в общем-то, относительно нас ситуация обходит. Как всем представителям различных религиозных направлений, я задаю еще один вопрос. Скажите, а почему к нам пришел этот вирус? Нас за что-то хотят наказать? Вы знаете, здесь есть две стороны. Одна – это вопрос не для Равина, а скорее для, может быть, исследователей или для историкой медицины, генетикой. Я совершенно не знаю генеза этого вируса. А я как раз со стороны Равина. Я не конспиролог. Теперь, с легенезной точки зрения, любые события, которые в жизни происходят, это всегда какой-то новый урок, какое-то новое испытание. И, безусловно, мир сейчас необратимо, видимо, изменился. И, безусловно, это нас должно было чему-то научить. Ну, прежде всего, я здесь вижу очень важный урок, когда то, что мы очень мало ценили, возможность общаться, возможность быть в контакте друг с другом, возможность приходить и молиться в том числе, выполнять заповеди. Поскольку недостаточно ценили, у нас это забрали. И теперь нам приходится совершенно на других основаниях просить молиться, чтобы нам это вернули обратно. Это один момент. Второй момент, конечно, это совершенно другая стоимость коммуникации. Коммуникация – это очень большая ценность, которую мы тоже пренебрегали, использовали ее не всегда хорошо. А это, на самом деле, одна из базисных, основных, важнейших ценностей. Человеку видеть в глаза другого человека – это необходимо, это как кислород. И кислород, и общение, они сейчас стали одинаковы, к сожалению, в дефиците. Поэтому, я думаю, что когда мы этот урок сможем принять в себя, осмыслить, к нам это с Божьей помощью вернется. То есть вы видите, что мир будет таким, как раньше, не сомневаюсь. Да, и мы не будем ходить в масках. В масках мы, условно, ходить не будем, но вот что люди останутся по-прежнему работать дома, что появится больше удаленных офисов, я почти не сомневаюсь. Потому что этот опыт оказался чем-то и положительным. А вот церковь, я имею в виду, религиозная составляющая, в том числе и те люди, которые приходили и будут приходить молиться к вам. Как устроить эту работу? Вот я говорил и с представителями других религиозных направлений, все-таки любая религия подразумевает некое скопление людей. Не в том смысле слова «толпа», ни в коем случае, а в смысле некого единения, когда мы все вместе молимся или какие-то решаем вопросы. Вот как это вернуть? Вы знаете, в иудаизме есть такое понятие, очень важное называется «миньян». Миньян – это как раз-таки общественная молитва, статус общественной молитвы. Есть общественное представление о том, что 10 взрослых евреев – это какая-то частичка, ящейка народа Израиля. И вот в этом собрании людей можно произносить определенные имена Всевышнего. Это место, где может осветиться имя Творца. И для общественной молитвы минимум это 10 евреев. Такое представительство. И вот эта пандемия показала очень много нюансов, которые мы раньше просто не знали, не думали о них. И мудрецы вывели очень много новых аллахот. Во-первых, молитва на открытом воздухе с остановкой людей на большом устоянии, как выяснилось, это вполне рабочий формат. Кроме того, в некоторых обстоятельствах разрешается проводить частью какие-то общие молитвы через Zoom, когда это происходит одновременно. Есть возможность каких-то симультанных каких-то вещей. То есть появились очень много новых форм работы. У меня сейчас уже почти год, все мои уроки и лекции в общине параллельно идут в Zoom. И люди смотрят из дома и участвуют наравне со всеми, могут задавать вопросы. Более того, это входит в общую обойму. Есть целая платформа раввинов, Конгресс-Сивийских региональных общин России, где, наверное, 8 или 9 человек не очень много. Но тем не менее, мы регулярно даем свое расписание, и желающие могут подключаться к любым урокам. То есть даже теперь к вам, вернее, больше доступа, чем их, например, будет? В каком смысле, да. То есть человек может прийти с улицы туда, куда он никогда в жизни, может быть, не пошел бы пешком узнавать, где это. А так он может из дома. Хорошо. Как сейчас, вот сейчас уже не будем говорить о пандемии, а вообще, чем занимается община? Как она устроена сегодня? Потому что понятно, что есть другие религии, которые существуют. Где-то больше храмов, где-то меньше. А вот как ваша община существует? Что у вас происходит? Сколько людей? Ну, начнем с того, что иудаизм, религия, очень, как бы сказать, зацикленная на местности. Дело в том, что у нас один из основных форматов работы – это субботы и праздники. И по субботовым праздникам евреи не пользуются, так сказать, некоторыми достижениями цивилизации, в том числе транспортом, электричеством, в пассивном режиме, не в активном. Мы не можем включать, выключать, не можем, так сказать, ездить, допустим. Поэтому для того, чтобы добраться до синагоги, нужно жить непосредственно в близости от синагоги. И идеальный вариант – это компактное проживание. И когда-то действительно евреи жили в специальных каких-то районах. Слово «гетто» сегодня звучит немножечко негативно, но вообще на самом деле это нормальная форма организации еврейской жизни. Еврейский квартал, где все рядом. Рядом синагога, рядом кладбище, да, конечно. Если людям нужно, так сказать, сделать обрезание ребенка, то есть мойль. Если людям нужно зарезать курицу, то есть шохет. И в этом плане формат компактного проживания, он, в общем, считается оптимальным. Каждый занимается своим делом. Поэтому синагог традиционно было много. И даже вот такие крупные города, как Москва, как Петербург, где во времена чертой оседлости евреям практически вплоть до Октябрьской революции запрещалось проживать, тем не менее, все равно были какие-то льготные категории населения, там, кантонисты, их семьи, были специалисты очень высокого уровня, была знать еврейская, были еврейские бароны, банкиры, врачи, все специалисты с университетским дипломом, они, на них не распространялись ограничения чертой оседлости, поэтому в городе было даже не одна, а несколько синагог, и были тоже еврейские кладбища, были еврейские кварталы. В разные периоды времени число это вырастало или уменьшалось, но все равно было несколько каких-то точек. И когда возникали ограничения в городе, то сразу появились возможности за городом или в пригороде. Когда в Москве, допустим, жестко очень регулировалось количество людей, и каждый новый поселялся только тогда, когда предыдущий выбыл, если умер или уехал, поэтому человек не мог, например, жениться и привезти свою жену. Если у него ждался ребенок, он стал перед тяжелой дилеммой, ему ребенка отправить куда-то или жену отправить куда-то, то в пригородах, в области отношения складывались немножечко иначе. И так стали появляться какие-то места компактного проживания евреев рядом с Москвой. И в частности, вот в Люберцах в 20-е годы в Люберцком районе было несколько синагог, не одна. Ну и вот сколько сейчас общины, это же какое-то количество людей, да? Как-то она считается или пришел, ушел? Какой принцип? У нас очень своеобразная община, потому что она находится на территории действующего предприятия. Хозяин предприятия любезно предоставил общине возможность собираться, и синагога это фактически вот внутри такого вот особенного места. Если люберчане едут по Котенческому проезду, переезжают от улицы Московской, сворачивают в сторону промзоны, то, наверное, им бросается в глаза надпись на иврите, золоченой большими буквами «Байтмарина». Вот это вот наша синагога. А почему, кстати, такое название? Оно что-то несет в себе? Основатель нашей общины Александр Самулович Межебовский захотел таким образом кричить память своей покойной жены, очень правильной женщины. И поэтому вот такое своеобразное название. Это в честь Марины Соломонной Межебовской. Поэтому «Байтмарина» – дом Марины. Это такое вот уникавичивание своеобразное в ее памяти, и, так сказать, вот наша община, она несет ее имя. Мы еще вспомним, что Ханука 10 декабря, но это во второй части нашей программы. Программы, да. Но вот в завершении этой первой части, вот вы как раввин, вы видите, как вот за эти восемь лет люди меняются? Как вообще не происходит жизнь? То есть поначалу все-таки это, наверное, было как-то, я так понимаю, свои сложности определенные. А сейчас она разрастается как-то. Вот как происходит? Вы знаете, община, мне кажется, заслеет. Я могу сказать, что я, к сожалению, не очень давно, я относительно недавно в общении полтора года. Вот из этого большого относительно пути я только четверть, получается, нахожусь в общении. Но даже на моих глазах, конечно, происходят изменения. Ну, во-первых, изменения, самое последнее, это вот пандемия. И сегодня все общины, не только еврейские, они становятся такими очагами спасения. И столовая, она автоматически становится благотворительной столовой. Там те суммы, которые мы собираем на благотворительности, они автоматически становятся помощью для пожилых. И все больше приходится общаться по телефону и в зуме. Это очень серьезные изменения. Кроме того, слава богу, подрастают теми. Если раньше приходили в общину, допустим, молодые и часто одинокие юноши, девушки, то сегодня они приходят уже с детьми. И вот новое, относительно, в кавычках, приобретение нашей общины, у нас, слава богу, заработал детский клуб. Это очень здорово. Детский клуб, семейный клуб появился. Но вообще так сложилось, что последние десятилетия многие еврейские общины – это все-таки место, куда приходят люди одинокие. Так складывается, потому что ищут пару, потому что есть время, потому что есть возможности, и есть какой-то интерес, который можно там закрыть. И находят. Но вот, слава богу, сейчас новое явление, сейчас появляются уже семьи с подросшими детьми. И это совершенно новый этап. Да, и дети, конечно, по-другому реагируют. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Маше Эстрин, раввин общины Бейтмарина в городском округе Люберцы. Во второй части поговорим уже о проектах, которые община осуществляет, в том числе, или принимает в них участие. Ну и, конечно же, вспомним о том, что 10 декабря – Ханука. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Маше Эстрин, раввин общины Бейтмарина в городском округе Люберцы. В первой части мы поговорили о том, как работает община, как она существует в режиме пандемии, сколько лет она существует. Ну а теперь поговорим уже о проектах. Вы немножко коснулись некой благотворительности, такой проект внутри может быть общины. Но 27 января в мире отмечается Международный день Холокоста. Я знаю, что у вас подготовлена какая-то выставка, или, по крайней мере, вы к этому имеете непосредственное отношение. Вот расскажите немножко об этой выставке, и, естественно, поговорим о Холокосте в том числе. У нас в это воскресенье, в 3 часа дня, 28 ноября, получается, вот откроется выставка, посвященная Холокосту. Я пока видел только в собранном виде. Надеюсь, что будет очень интересно, потому что я слышал от устроителей выставки, что там действительно совершенно уникальные экспонаты. Будет встреча с автором-создателем этой выставки и писателем, который есть несколько своих исследовательских каких-то книг по Холокосту. И в целом это какая-то очень важная интегральная часть деятельности ревизской общины, потому что, как мне кажется, Холокост это повод поговорить вообще о положении человека в мире, об отношениях между людьми, о табиратности. В целом, как мне кажется, это повод начать какой-то очень серьезный диалог о месте человека в мире, об отношениях между разными, людьми разных религий, разных национальностей, как должны складываться эти отношения, как должен протекать диалог. И мне кажется, что это очень важно. В наше время, к сожалению, не все спокойно. А вот выставка, она состоит из документов, я так понимаю, каких-то фотографий. Фотографии и плакаты. Фотографии и плакаты. Но я тогда сложный, серьезный вопрос задаю, потому что, к сожалению, вот это страшное словосочетание окончательное решение еврейского вопроса, которое известно с тех самых времен. И, к сожалению, в последнее время в некоторых странах иногда поднимают голову так называемые неонацисты и так далее. Вот скажите, на сегодняшний день есть опасность возвращения какого-либо геноцида вообще? По отношению к любому народу? Мне кажется, что опасность геноцида никогда не уходила, и она всегда где-то присутствует очень близко. То есть вакцины против нее нет, к сожалению, пока? Пока, по крайней мере, незаметно. И вот у нас тоже, так сказать, одна из тем, которую вы уже назвали, это приближающийся праздник, праздник Ханука, он тоже имеет самое прямое отношение к теме, в том числе и Холокоста. Дело в том, что в иудаизме есть какое-то универсальное звено. То, что связывает иудаизм в целом с мировой культурой, с общим мировым кем-то процессом. И есть что-то такое, что обособляет евреев. Это религия, она религия мононациональная. У нас нет миссионерства, нам даже запрещено. Мы не пытаемся людей из других религий, из других народов привлекать к нам. Хотя с удовольствием всегда рассказываем, информируем, показываем все, что касается нашей традиции, нашей религии. И в свое время, после завоевания Александра Македонского, наследниками империи Александра, династии Антиоха, Эпифана, была сделана попытка эллинизировать евреев путем увлечения их в какой-то общественный процесс. Так, чтобы евреи стали бы частью большого мира. И в целом, поначалу это было воспринято с большим энтузиазмом обоими странами. И произошло действительно сближение. Причем в этом сближении участвовали евреи с большой охотой. Пока это сближение не стало грозить уничтожением. И тогда началось уже отторжение. И с одной стороны, греческие правители еврейского народа начали навязывать очень жесткие ограничения на соблюдение заповедей еврейской религии. Причем именно символические заповеди, те, которые отделяют евреев от других. Они потребовали уничтожить именно те вещи, которые превращают евреев в отдельный народ. И это вызвало колоссальнейшее противодействие среди евреев. И на какой-то момент началось восстание. Это восстание буквально началось с одной очень маленькой группы людей, с одной семьи. И оно охватило очень скоро практически весь народ. И люди, относительно мирные, не наученные воевать, за короткое время справились с серьезными профессиональными силами. И установили новую власть, которая продержалась больше 200 лет. Для нас это очень важное такое событие в нашей инициальной истории. И оно показывает принцип универсальности, как он должен осуществляться, чтобы не быть ни травматичным, ни направленным на взаимоуничтожение. Как мне кажется, в еврейской истории все время есть какие-то циклы определенные, когда евреи начинают стремляться к какому-то универсализму и встречают жесткое противодействие, как правило, тех народов, с которыми они вступают в взаимодействии. И происходит возврат к национальной идентичности. Это было во время процесса космополитов, например, который превратился потом в движение сионизма, подхватившись молодежь, которая боролась за выезд. И это, в общем-то, уменьшалось как-то с успехом. Несколько этапов было. Да, да, да. Поэтому Ханука для нас это очень важный такой символ. Символ вечный абсолютно. Но он сейчас тоже, так сказать, нам так же важен, как и 10 и 100 тысяч лет назад. И в целом, к сожалению, попытка, на самом деле, сделать всех людей одинаково кручавыми, ввести всех под какой-то определенный шаблон, она всегда оборачивается трагедией. И неважно, как это происходит, какими методами. Это, так сказать, принципом «приходите, мы вас любим», так сказать, «давайте все будем одинаковыми», или это по принципу «давайте, мы вас убьем», и тогда останемся только мы, а вас не станет. Можно, так сказать, задушить в объятиях, а можно задушить, так сказать, дай бог руками. Результат один и тот же. Да, тем более, что попытка такая была. К сожалению, была. Но у меня еще вот такой вопрос. Евреи и люди ироничны. И он звучит так. А хорошо ли еврею жить сегодня? Есть на моей памяти история жизни евреев в Советском Союзе. Вы сами сейчас сказали, что были и выезды тоже определенные. И было время, когда люди скрывали свою национальность, любым способом меняли имена и фамилии. И так далее. И вот как сегодня в сравнении? Что-то изменилось? Или остались какие-то еще отрицательные аспекты? Или может быть что-то наоборот в положительном направлении? Вы знаете, я совершил репатриацию в 1090 году из Советского Союза в Израиль и приехал работать в Москву в 2001. Вот эти 11 лет я провел вне советской, потом российской реальности. И я был поражен, что вещи, которые казалось невозможно изменить, антисемитизм, который в России существовал со времен Ивана Грозного, когда, так сказать, Елизавета Петровна писала резолюцию на обращение купцов о том, что от рогов Христовых пользы приятственные иметь не собирают. Не желаю, по-моему, так там было, да? Может быть, не точно, процитировал. Традиция многолетняя и в советские времена такого государственного антисемитизма, когда процентные нормы, принятые царем, сменялись неофициальными процентными нормами, которые уже были приняты в советском государстве, казалось, что это абсолютно неистребимо. И если, допустим, даже государственный антисемитизм отменится, то бытовой останется наверняка. И вот вдруг я приехал совершенно в новую Россию и увидел, что, оказывается, все возможно. А почему это произошло? Ведь 90-е годы сегодня редко кто не ругает, что, мол, вот, такие были особенные. Я думаю, что это, во-первых, добрая воля современного руководства России. И это общее изменившееся отношение к именно вот каким-то мультикутурализму, к каким-то культурным процессам. Но и открытый мир, да? Когда можно увидеть, приехать и увидеть как где-нибудь в аэропорту, как я часто вижу, прям сразу несколько направлений самых разных религий, от самых таких, ну, скажем, ну, более-менее, что ли, демократичных, так их назовем, да, более свободных, до самых таких строгих. И ты стоишь посредине аэропорта и понимаешь, что ты прямо в центре мира, да? Вот. И как-то ничего не боишься и у тебя нет ощущения вот этого вот, что ты какой-то иноземный тут, вернее, как это, инопланетянин. А раньше, возможно, так и было. Так и было, безусловно. И, ну, вы знаете, дело в том, что в наше время летают ведь все, и люди из Раны летают, и люди из других стран, и это не мешает им при этом оставаться, так сказать, при своих убеждениях и быть, так сказать, вот незакрытыми в этом плане. Сейчас, к сожалению, антисемитизм приобретает черты новые. Это уже такой антисионизм, это противодействие Израилю, и, в общем-то, идут очень ожесточенные споры по поводу того, что является ли такой политический, так сказать, противодействие Израилю, антисионизм. Но оно всегда было. Вот. Является ли это проявлением антисемитизма, или это нечто отдельное? Вот. С нашей точки зрения, на самом деле, вот государство Израиль, отношение к нему, это лакмусная бумажка. Экономика. В каком-то смысле, это очень хорошо проявляет какие-то скрытые вещи, которые люди, может быть, не хотят показывать. Все режимы, которые, так сказать, говорят о уничтожении Израиля, они, как правило, уже до этого в жесткой форме расправились с юридическими общинами у себя. И хотя сохраняют какие-то карликовые юридические общины, тот же самый Иран, допустим. Но, так сказать, и только риторика остается о том, что мы, на самом деле, не антисемиты, а просто антисионисты. Мы согласны с Израилем. Понятно. Поэтому, на мой взгляд, это тоже, так сказать, какой-то своего рода антисемитизм. Но в целом, действительно, Россия в этом плане стала удивительно другой страной. И, как мне кажется, сегодня, впервые, наверное, исторически, Россия перестала видеть в евреях корень собственных проблем. И, наоборот, видит в евреях какую-то интегральную часть. И это не может не радовать. Это не может не радовать. И в завершении нашей программы какие планы у общины на 2021 год? Ну, с учетом того, что мы надеемся, что пандемия как-то нас на какой-то степени покинет и вернется в более-менее нормальная жизнь. Расширяться? Безусловно. Мы надеемся восстановить, во-первых, тот уровень деятельности, который у нас был до пандемии. До пандемии, слава богу, у нас ежедневно проходили общественные молитвы. И ежедневно проходило по нескольку уроков. Были все время какие-то люди, которые приходили с вопросами, были какие-то семейные праздники. Вот сейчас все это, естественно, затихло. Надеюсь, что все это возродится. Кроме того, мы не хотим потерять те новые вещи, которые мы выучили для себя во время пандемии. Естественно, что та помощь, которая у нас сейчас оказывается пожилым людям, она будет только нарастать. Продолжаться. Учебные форматы будут открываться новые. Мы планируем набирать учеников, студентов. С Божьей помощью я надеюсь, что будет много новых интересных программ, сейчас уже на стадии открытия семейный клуб. Наверное, скоро появится для женщин программа. Так что у нас, на мой взгляд, очень активное развитие. Большое спасибо. Напомню, что 10 декабря Ханука, такой еврейский праздник, который будут отмечать, в том числе и в городском округе Люберцы, как мы выяснили. А у нас в студии находился Маше Эстриин, раввин общины Бейтмарина в городском округе Люберцы. Спасибо за то, что нашли время, пришли. Поздравляем вас с наступающим праздником. Не знаю, можно ли заранее поздравлять. Ну и желаем, чтобы выставка, которая откроется, имела успех, потому что, конечно, такие вещи, они для человечества очень важны, для всех важны. Спасибо вам большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин